Здравствуйте! Болты, гайки и шайбы это отличные вещи, из которых можно сделать различные переходники для нестандартного использования инструмента. И что примечательно, не используя токарные работы. Сейчас я покажу вам один такой переходничок. Как видите, между шайбой и болтом есть некоторый зазор. Для использования в качестве инструмента это нежелательно. Я устраняю зазор с помощью скотча, наматывая его на болт. Чтобы не намотать лишнее, я примеряю шайбу к получившемуся диаметру, пока зазор не исчезнет. Теперь надо подогнать шайбу к внутреннему диаметру диска от угла шлифовальной машинки. Я устанавливаю шайбу на болт и буду уменьшать ее диаметр с помощью точила. Большое количество маленьких шайб нужно будет, чтобы закрыть пространство болта, где нет резьбы. Сама процедура проста, смотрите сами. Время от времени я примеряю диск, чтобы не сточить лишнее. Итак, теперь все готово. Можно собрать приспособление. Как вы уже, наверное, поняли, нужно просто добавить две шайбы большого диаметра, чем внутренние отверстия диска, и зажать диск между ними. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот, Вот, приспособление готово. Теперь посмотрим, на что оно способно. Попробую разрезать вот эту стальную деталь толщиной 12 миллиметров. Сначала я попробую сделать это аккумуляторной дрелью. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Шуруповёрт справился, но из-за небольших оборотов это было не быстро. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь я попробую с сетевой дрелью. Кроме того, что она мощнее, так она имеет намного больше оборотов в минуту. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дрель показала себя намного лучше шуруповёрта. Мощность и обороты здесь имеют большое значение. В следующем видео я покажу ещё одно приспособление. Ну, а пока, до свидания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин